есть? да будете любезны? итак, то есть мы смотрим, от чего же мы уходим и к чему мы хотим прийти к чему мы хотим прийти то есть мы должны иметь тогда, мы должны себе мы себе это уже нарисовали и должны нарисовать себе тот образ человека к которому мы хотим идти то к чему мы хотим стремиться и мы себе рисуем все эти качества я называю их джетельменским адамский набор который я хочу, чтобы был у моего того идеального мужчины вот этот меня мужик не устраивает вообще он никакой, потому что у него это один минус а вот это плюс это вообще ничего это мелочь и я себе тогда рисую вот это вот то, что есть хорошее я хочу, чтобы было у мужчины моего идеального и рисую так же то, что я делаю анализ для чего сейчас для того, чтобы взвесить не поменяли я шило на мыло я себе нарисовала вот такого принца и я говорю, вот он должен иметь такое, те, 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 те качества и пишу себе то, что я хочу, чтобы у него было дальше следующее я смотрю, что я могу дать взамен вот я хочу, чтобы у него были там внимательные, заботливые, ответственные к этим качествам идут соответствующие требования да, если я хочу иметь вертолет мне нужно быть готовым что буду потратить 10,000 долларов в месяц на его обслуживание если у меня эти деньги я хочу, чтобы мужчина был ответственный что я должна иметь кое качество женщины послушать молодец послушание да, если я хочу, чтобы мужчина взял ответственность за меня за семью, я должна иметь обязательно качество послушания смирения, я должна мужчину принимать за лидера если у меня этого качества нет не жди, что оно у тебя будет ты не найдешь такого мужчину это все розовые очки поэтому это я должна знать то, что я написал я хочу, чтобы у него был идеальный мужчина слева то, что я могу ему дать этот меч она должна совпадать потому что такой идеальный мужчина будет ходить идеальную женщину верно? и если у нее нет того, чего нужно ему если он он ответственный но ответственный для какой женщины? та, которая послушная которая смиренная которая говорит, что ты у меня мудрец храбрец гордец она его заряжает энергией необходимой надо же не надо это конечно это конечно мы же говорим о отношениях естественно это полумолчание ок я сейчас к чему говорю что тот момент когда мы прежде чем принять решение вот это важный момент прежде чем принять решение разойтись или нет я должен все взвесить все за и все против также хочу вам напомнить это уже немножко духовное духовное то что мы должны понимать понимать то что партнер немножко может для вас это будет непривычно я обычно в конце говорю о духовной корочке я его так называю понимание того осознание того это база баз что все что мы имеем это то что дается нам во благо и хорошее и нехорошее и такие серьезные отношения как муж жена дети у нас учителя и ученики и это все идет неспроста то есть судьба так подбирает нас для того чтобы нам дать самого лучшего ученика и учителя одновременно и чем сложнее этот учитель чем сложнее нас отношение это индикатор того что нам есть над чем работать и если я буду пытаться каждый раз убегать от этого меняя отношения это фундаментальное понимание как вы думаете что будет и будет повторяться с регрессией с прогрессом здесь тюрьма мы здесь решили здесь не наслаждаться земля это серединный уровень седьмой уровень четырнадцать планет материального мира здесь не самое лучшее место ну так если это не будет замечательно если отношение считается тут мы плавно пишем отношение считается законченным правильно хорошо тогда когда мы расстались мы отработали все свои долги и расстались без претензий если у нас нет претензий друг к другу мы остались друзьями идеально вот мы просто решили мы не развиваем считаешь некуда уже дальше идти мы прошли какой-то этап все дальше дорожки мы сходили с тобой вместе все спустились теперь я хочу на велосипеде ты хочешь на речку идти у меня проблема то есть мы выполнили свое назначение выполнили свой долг один из долг у нас какой есть воспитать детей да и отработать если детей нет тогда мы смотрим по чем сказать насколько у нас нет нет ли у нас претензий мы друг другу помогли идеально что мы остались в конце друзья мы друг другу помогли какой-то пройти какой-то этап чего-то научиться терпению смирению духовности может там муж привел жену свою духовность стала духовной классно супер это вообще великое благость мы друг друга благодарим что дальше мы не можем ну неинтересно но самый важный показатель того что у нас нет претензий если претензии остались значит они односторонние значит еще не отработаны мы единое целое не пока кто-то кому-то имеет претензии значит мы еще не закончили отработку я просто не знаю как мне достичь это другой вопрос я просто сейчас говорю как факт отдельно разобраться надо почему но самое важное это показатель того что пока мы полюбовно не расстались мы друг другу должны мы должны это это я хотел бы показать поэтому если кто-то ну на будущее кому-то расскажет если такие ситуации возникают расходивши или нет всегда надо тем более когда мы уже решили во семьях это кармическая работа поэтому нужно приложить максимум а чтобы легче было принять решение звести вот эти вот свои за и против за и против если я убеду осознавая того что меня ждет дальше насколько усугубится моя мои новые отношения я думаю что вы можете вспомнить на себе на других примерах как усложняются наши новые отношения когда мы убежали с предыдущим кто может сказать что это так я вот вижу может никто здоровая всем классно было когда убежали чем смелее друзья но они все разное они все разные но что происходит если мы не доработали прошлые проблемы мы будем может быть в другую форме но мы будем тяжелее работать смотрите здесь вот такая ситуация. Если я добросовестно исполняю свои обязанности, добросовестно имеется в виду, не то, что я там, да, я ему готовил, а чтобы ему вкусно было, чтобы ты сгорел, а ему не нравится, как я готовлю, вот он типа избежал, образно говоря, да. Добросовестно это имеется в виду то, что от сердца, от души, честно, максимально в твоем понимании, что такие хорошие отношения, ты должен выполнять это от чистого сердца, проявляя максимум, вот он свинот, а пришел пьяный, а я все равно смиренно его встречаю, смиренно, ложу его спать, там одеваю, стираю, мы готовлю его кушать с любовью, молитвы их читаю, увлажаю его, говорю, ты у меня самый лучший, самый классный. Я это делаю, несмотря на то, что он вот свинот оказался, да? Я скажу, что так не бывает, если мы выполняем каждое добросовестное обязанство, человек меняется. Не меняется. Нет, ну хорошо, хорошо, допустим. Допустим, не было там, допустим, знания, да, и что-то не выполнялось, что-то допустим, но допустим, у меня до последнего, я хотела сохранить отношения. Я всячески вот что, как я тогда считала нужным, да, как видела, я это делала. Но в итоге просто вот человек, ну, вообще, то есть, оттолкнул, полностью сказал... Смотрите, здесь всегда надо быть более эффективным. Себе нужно быть очень критичным. Все ли я правильно делал, а семья состоит из двух человек, минимум, да? И не может быть никогда, что тут я прав, а он виноват. Я не имею в виду историю. Всегда есть причинно-следственные связи. Что я делал для того, чтобы... Ну, это желание. Вот кто-то желает, как хранится, кто-то не желает. Ну, ты же не выставишь человека. Я вот понимаю, как... Ну, если... Вот в этом я говорю случай. Смотрите, если вы выполняете свои... Дело в том, что я отвечаю за себя, то есть, если я добросовестно исполняю свои обязанности, то тогда... Что говорится, я скажу, что говорится в духовных писаниях, которые меня следуют. Если я добросовестно исполняю... Ну, дондуешь. Если я исполняю добросовестно свои обязанности, смиренно, как мне положено, то рано или поздно либо поменяется мой партнер, либо судьба позаботится таким образом, что он просто... Он просто, ну, уйдет, найдет его другая женщина, другой учитель ему появится, он сам уйдет, еще что-то, что-то... Ну, так и получилось. Судьба позаботится. И идеально... И идеально, что происходит, когда... Смотрите, вот у меня недавно был пример у человека с клиентой. А она начала развиваться. Ребенку очень жили вместе, потом она начала развиваться, начала духовно развиваться, прогрессировать, избавилась там от мясоедения и так далее. То есть девушка начала растить. Это продолжалось где-то полтора года. Он продолжал пить, курить, наркотики и все остальное прочее. Что произошло? Она уехала на фестиваль. Через два дня ей говорят, он женился. Ну, они перед этим месяц как бы разошлись, а месяц уже не были. И ей сообщают, ты знаешь, ой, женился. Она была в шоке. Сначала первое, что вы меня забрали, отдайте назад. Да, реакция такая. Ну, вы с этим разобрались. Но суть-то что? Смотрите, что в них это прекрасный пример того, что один человек развивается, то если ты не подтягиваешься, то что происходит, и ты делаешь правильное направление, все, все, все. Позаботились за ней. Судьба позаботилась этому мужчине, дала нового учителя. А ее освободила для старейшего. Я все понимаю, что так, что произошло все правильно, но вот вы говорите дружеские отношения. Дружеские имеется то, что мы должны дружить. То есть человек не идет на контакте. Что так и делаешь? Ну, а, это вот мы сейчас разберемся. Окей? С этим понятно. Вот это самый первый момент. Теперь давайте перейдем к моменту, когда мы уже разошлись. Мы уже разошлись. Что делать дальше? Окей? Вот здесь очень важный, важный момент. Значит, исходя из того, что мы должны расходиться мирно, дружелюбно, полюбовно. И, как правило, мы этого если не делаем, у нас остаются что? У нас остаются проблемы. Первое, остаются привязки. Я думаю, что многие из вас могут вспомнить, что когда ты разошел со своими прошлыми отношениями, они тебе снятся, как минимум. Ты о них думаешь. Вот музыку услышал, мы там гуляли вместе. А вот цветочки он мне эти дарил там. Или вот мы там с ним гуляли здесь. И что? Сразу память куда идет? В прошлое. А я в это время-то иду с другим мужчиной. И что? Мужчина, он-то чувствует, что я-то не здесь с ним и сейчас. Особенно для вас, Женьки, потому что, напоминаю, вы знаете, что у вас многоканальность. Вы просто влияете свое внимание. Мы, мужчины, одноканальные, нам попроще, поэтому у нас легко вычисли, что мы что-то делаем не так. Да? Ты где? А я в тобой. Да нет, ты не в той самой. В общем, просто у нас сразу, либо я здесь был с тобой, либо я там где-то. Там глаза летают. Все это чувствуется, все это видно. И как результат, от этого страдает наше новое отношение. Пока мы, вообще, чтобы знали, как только люди вступили в сексуальные отношения, связи, правильно? Закон Рита. Слышали мы? Правильно? Да. Все, появляются связи. И энергетические причины повязаны. У нас карму мы уже делим на двоих. А если тот человек, с которым я уже переспал, он еще с кем-то там делил карму, и еще с кем-то делил карму, то все кармы приходят на меня. То есть, да, все люди-братья, большая семья. Чтобы вы это понимали. Поэтому, для того, чтобы двигаться дальше, мы с самого начала, с самого прошлого, мы должны очиститься от прошлых. Нельзя, ни в коем случае, начинать новые отношения, пока я полностью не очистлюсь от прошлых отношений. Что значит очиститься от прошлых отношений? Это простые показатели того, что я об этом человеке, когда мне не хватает ресурсов каких-то, да, мне нужны ресурсы позитивные. Я поссорился со своими отношениями сегодня, мне стало плохо. И я где ищу ресурсы? Мне нужна поддержка, мне нужны эмоции позитивные. Куда я свой взгляд направляюсь? Или я направляю свой взгляд в прошлые отношения? Да. О, включила музыку. О, да, я включил ту любимую музыку. Мы там танцевали, время на бали. Мне так классно было, мне так обнимал, мне так целовал, так здорово было. И я включаю эту музыку и получаю ресурсы просто к отношениям. Это показатель того, что я не отошла прошлые отношения. Идеальное понимание, какое будет, когда у меня есть такая ситуация, я ищу новые ресурсы или связанные с моими сегодняшними отношениями, где мы были, нам было хорошо, либо у меня есть какие-то другие ресурсы, но ни в коем случае не связанные с прошлыми отношениями. Это первое показатель. Дальше, следующее. То есть идеально, как у нас должно быть, если вот идеальное такое понимание, если я вспоминаю вдруг, ну каким-то образом вспомнился мои прошлые отношения, я это должен видеть как просто статистика. Вот статистика, вот это элементарное понимание. Мы знаем, там была Бородинская битва 1812 года. Я знаю, да, там было 200 лет назад. Ну, мне сказали, была война. Ну и что? Но меня никак это не трогает. Да? Оно никак меня не трогает. Ну, что уже нет никаких привязок, мне никто не пострадал, мои бабушки и прабабушки, прадедушки не пострадали. Правильно? Вот такое должно быть состояние у нас, когда мы вспоминаем о своих прошлых отношениях. Это идеально. Да, мы были дети совместные, да, мы же прожили 10 лет, да, здорово. Вот. Вот так. Вот это то, к чему надо стремиться. Если вы проверяете себя, и у вас этого нет, если вы проверяете, что у вас не такое состояние, вы вспоминаете и вам чувство жалости, сострадания, или я ищу ресурсы, особенно вот проверка идёт в каких-то ситуациях, когда я поссорился, да, я поссорился со своими отношениями сегодняшними, и у меня мысли возникают. Или сравнение идёт. О, а Вася был лучше, ой, а Вася не так делал, о, Вася так не ругался, Вася так не говорил, о, это цветы, Вася дарил мне вот такое букетище, а это только грустно говорит. Сравнение. Зря, конечно, ты с ними не распался, потому что ты обращаешься к ресурсам, это обращается к ресурсам, начерпаем ресурсы, источник, наш ГЭЛ, наш ГЭЛ, не искорчивый. Это привязка? Угу. Окей. И когда сравнения идут, там в сексе особенно, когда в сексе, особенно, да, какие-то интимные в Москве, или когда ругаемся, опять, да, или что-то, вот эти сравнения, то лучше, то хуже, это показатель того, что вы, друзья, не расстраиваете. Окей. А это не показалось еще раз? Ну, я сейчас говорю то, что основное, да, много вариантов, но идея какая, вот не обращаемся к ресурсам, мы не вспоминаем о нем с каким-то чувством сострадания, жалочки, любви, как там, к сыну, как к брату, там, еще что-то такое, да? Попробите? Да. То есть вот это вот важный момент, да, что мы просто вспоминаем, если мы вспоминаем о своих прошлых отношениях, мы вспоминаем как статистика, не более того. Вот это показатель того, что я отпустил. также это первое. Теперь что еще? Что мы должны сделать? Поскольку мы разошлись, то мы чего-то друг другу задолжали. Да? Как бы, ну, чем-то человека обидели. Мы должны здесь попрощить прощение. Практика прощения. Это мы будем делать в следующий раз. Мы должны проститься. Простить и отпустить. Что значит прощения? Я должен пожелать энергетической любви и радости. Да? Самый лучший, мой подарок, мои ближайшие отношения, это что будет? Подарить любовь. Подарить любовь, да? Через что? Если я не могу это физически сделать, как правило, это часто не могу, потому что там стыдно, еще что-то, да? Самое лучшее я могу это делать ментально. Есть специальные практики, которые мы делаем для того, чтобы пожелать любви и радости. И, кстати, мы первые люди, кто заинтересован, чтобы моя половинка, мои прошлые отношения были счастливы. Почему? Потому что если он счастлив, он не сосудит у меня энергию тоже. Помимо того, что если я не сосудит у меня энергию, он же у меня энергию будет сосудит. Да? Он будет посылать мне зло, можно, но сложнее будет. Тебе надо постоянно защищаться. Боль станет. Постоянно защищаться. Лучше, чтобы, тем более, что у нас были близкие отношения, лучше, чтобы он мне тоже любовь посылал. Да? Мне нужно защищаться. Я буду посылать его любовь, его любовь, моя любовь, совместная любовь. И мы посылаем таким образом, то есть мы прощаемся и отпускаемся. Вот это самый важный момент. Это мы отдельно в практике делаем. Так. Пам-пам-пам-пам-пам. Дальше. Какие вопросы? Вопрос у вас, Андрей. Я просто хочу узнать, вот вы говорили, вы говорили касательно... Сейчас, сейчас, сейчас. Скажешь? Что? Люди. А касательно того, что вот, ну, там, какие... Я просто слегка скучаю за этим человеком. Это здесь вопрос привязки эмоциональные. Эмоциональные привязки. Здесь нужно это отдельно смотреть, это отдельный вопрос. Вопрос, когда вы решили разойтись, да? Мы проходим отдельно, есть энергетические отвязки, когда я вот просу прощения, извинения, желаю людей радости. И есть другое, физические привязки. Я провожу по семи чакрам, телесные. Допустим, нам было классно привязка. Мне интересно, мне дух захватывает, потому что мы вместе там на лыжах катались. Я вспоминаю, ой, классно. И сегодня я хочу на лыжах покататься, нет партнёра. Опять ресурсов возвращающий. Секс. Самая сильнейшая, да? Привязка сексуальная. То же самое. Отдельное, что мы должны сделать, мы тут... Ну, техника какая, что мы делаем? После того, когда мы приняли решение, что мы расходимся. Это уже после того. Это отдельная тема. То есть я должен принимать примитивные меры, что как мне отпустить прошлые отношения, отвязать, заместить. Трансформацию делаем. Мы делаем трансформацию. Из того, что у нас было, делаем анализ. Что было хорошо, мы из этого хорошо делаем, плохо. Из мухи делаем слона, разбываем. И замещаем то, что было негативное. То есть там мне нравилась девушка, она классная была. Но она была наркоманка. Сегодняшнее мое сознание говорит, что я с ней не имею дальше и возможности развивать отношения. Но у нее были и другие какие-то качества, которые мне нравились. Она была очень чувственно-сексуальная, готовила хорошо. И целовалась классно. Супер-классно. Но взвешиваясь в мадамский школьменский набор, я понимаю, что с этим человеком на сегодняшний момент я уже не могу дальше строить счастливые отношения. Значит, я должен что-то сделать. Окей? Всё. Из этого вопроса сегодня. Но я не говорю о том случае, когда уже в отношениях. Если уже в отношениях, there is no choice. Я с ушел до конца. Всё, ты уже повязан. Иначе будь готов к проблемам, которые тебя будут связывать, с тем, что ты разрываешь отношения. Это всё, что я сейчас сказал тебе из-за того, как люди поженились, вступили в отношения. Окей? Поэтому проходим этапы. Чёткие этапы развития отношений, с чего мы начинаем. Очищемся от прошлого. Готовим платформу. Изучаем, получаем знания, как строить правильное отношение. Изучаем себя. Изучаем мужчину. Ставим самодостаточным. Находим такую самодостаточную половинку. И развиваем по этапам в соответствующем отношениях. Если мы это проскакиваем, потом ждите проблем. Если я, допустим, в отношениях, в постоянные отношениях проскочил этап сомнения, познакомился, классная девушка, всё, идём любиться, мы же они все с тобой. Ну, пожили год вместе, секс прошёл, чувство наслаждения. А потом сижу и думаю, блин, там же и Маша была, и Аня, и Соня. Такие классные девчонки. Чего я с ними не посмотрел? Так, может, с ними было бы получше? Да? И так бывает часто, когда мы… Это важный этап, да? Это другой этап, сейчас просто кратко, касаясь этого вопроса развития отношений. Да, это когда, ну, пример, девушка там едет в отпуск, надо срочно купить платье. Забегаю в первую попавшую лапку, хватаю платье, села такая довольна, лечу я на отдых в Майами. А потом думаю, блин, там столько магазинов было, а самое лучшее я взял платье, может, там потешили, что-то было получше, покачественнее. Что? Сомнения меня гложет еще в это время. Так же и в жизни, то есть я вспрыгнул в новые отношения, особенно, когда мы только закончили старые отношения, что нам нужно? Успокоение, да? Нам нужно успокоиться, нас приголубили, подушка для плакания, заместить, мы пытаемся там клим-клином вышибнуть. Да нифига он не вышиб, клим-клином. Это все внешне, а внутри все оно по-другому. Пока ты не почистись, ты не готов создать новые отношения, не будет этого качества. Ты будешь физически здесь, но спать ты будешь со своей высшими отношениями. И она это будет сочувствовать. Она это будет сочувствовать. И она это будет сочувствовать. И рано или поздно скажет, ты меня не любишь. Excuse me. Ты ждешь от нее любви сердце открыть, а она не открывает, потому что она видит, что ты не здесь и сейчас. Ты в постели путаешь ее имена с ее бывшей, это вообще капец. Один раз только так сделай, или она так сделала один раз, да? Что ты? Бум, закрылся. I don't trust you anymore. Я тебе не доверяю больше. Все. Поэтому пока мы не очистимся от простых отношений, мы не можем идти дальше. Это однозначно. То есть я закончил отношения, я должен что? Простить, отпустить, пожелать любви и радости, смотрите на прошлое отношения, как статистика. Не черпайте ресурсов. А потом я должен стать самодостаточным. Я стал самодостаточным, при чем начинать новые отношения, я уже прогружу этапом. Я самодостаточный, я стал счастливым человеком. Пытаться, если я несчастный, пытаться, что меня кто-то сделал счастливым. It does work, guys. Не работает, да? Потому что если я несчастный, нашел счастливого человека, я вампирю у него энергию, ну, чуть-чуть дает, а потом пополнение-то нету. Он исчерпался, я исчерпался, мы стали без ресурсов. И что? На этом все закончится. Там эта штучка записывается. Да, она пишет все. Поэтому это важный момент. А пока мы не очистить, мы не можем идти дальше. It doesn't work, guys. И просто, мы просто тратим свое время. Потому что вот особенно вот аккредитически важный момент, когда мы только расстались с прошлыми отношениями, и нам нужно утешение, нам нужны ресурсы, проще говоря, да? Нам нужны ресурсы. Мы привыкли, что нас любят, нам дают сердечность, нас дозаботятся. А где их взять? Нету. Я первый опавшийся, вроде хороший там человек. Давай, будем в противношениях. Вот. И я вроде физически здесь, но энергетические привязки, тем более, когда есть дети, это просто, друзья, это просто кошмар. Это сильнейшие привязки. Вот вы просто сами себя проанализируйте, просканируйте. Сколько раз вы вспоминаете про прошлые отношения и в какой форме. Если вы вспоминаете, как я сказал, статистика, да, был там Вася, вот мы десять лет назад с ним разошлись, все классно. Ну, он такой сегодня хороший, мы с ним разошлись хорошо, классно, мы остались друзьями, помогаем друг другу. Замечательно? Нет проблем. Классно, вы отработали. Но если есть претензии, если я обращаюсь к нему как ресурсом, на дверь, абсолютно нехорошо. И это есть показатели, которые говорят о том, что мы не готовы еще идти двигаться дальше. И от того, насколько мы расчистим вот эту первую площадку от прошлых отношений, понимать, да, представьте, на уровне построения дома. Если у меня грязь, продак, радиация здесь, я тут пытаюсь строить новый дом, снеся только настройку, фундамент остался. Что будет? Просто так. Какие вопросы есть? Какой период все-таки, когда… Отвлекание? Да, да. О май гад. Да это зависит, прежде всего, в какой стадии вы находитесь. Если вы находитесь в стадии сексуального влечения вот этого, она может длиться до трех лет. Зависит от силы чувств. От силы чувств. Обычно в течение года-двух проходим. Какие чувства? Это же индивидуальная штука. Дальше, какие у нас… У нас 7 уровней. Да, берем 7 чака просто, да. Телесная, чувственная, совместная деятельность, сердечная, общение, обучение, философия, духовная связь. Вот чем больше у нас таких связей, тем нам нужно больше работы, чтобы заменить эти все, ресурсы другие найти. Лучше всего стать самодостаточным. Я себя сам, я сам себя люблю, мне хорошо, я умею получать чувство любви и радости от природы, от животных, там собачечка, вот, и птичка там, мне не надо ничего там, да. И мне нужно пойти спортом позаниматься, я могу и сам, классно. А до этого я вот не мог, что не могу партнер быть. Половая сфера? Это все, это же все эти части, это одна из самых сильных. Вторая чака – это самая сильная, это то, что наши мозги запомнили. Поэтому здесь, что здесь нужно? Вкратце сейчас, потому что мы это подробно не обрассматриваем сейчас. Идея какая? Нужно заменить. Если я, ну предварительно, чем этим заниматься, трансформаться, я должен сначала сделать анализ? Нет. Сделать анализ, да? Если я нахожусь на стадии, вы уже в отношениях, вам нужно по-другому сделать. Я, я, не, я сейчас уже не знаю. Ну, ладно, вы отвечаете за свои поступки. В общем, если мы, если вы в отношениях, если вы уже в отношениях семьи, то, друзья, помните о том, что я говорил начальному, что, в общем-то, лучшего не будет. Здесь надо обыскать, лучше как ремонтировать. Здесь четко садитесь и взвешивайте. Хорошо? Плохо? Окей. Что я хочу себе иметь? И что я могу дать? Да, вот самое важное. Быть честным с собой. Я хочу принца фрикен на белом коне. А что я могу дать ему взамен? А придет ли ко мне принца? Я хочу принца. Вот недовольный. Вот у меня есть генерал, понимаешь? Я недовольный. Хочу принца. Извини, генерал. Ты слишком низко. Ты сидишь, я хочу что-то повыше. И что? Когда мы не умеем ценить, когда мы не ценим то, что мы имеем, понимаем, мы имеем то, что мы заслужили. Потому что нам судьба подбирает такого учителя, который нам сейчас лучше всего поможет работать в наших качествах. А мне он не нравится. Почему? Потому что проблемы. Я хочу что-то получше. Светлой чисто большой любви. Так работает светлая чистая любовь. Отработай все свои проблемы. Потом ты будешь иметь светлую чистую любовь. А когда уже нет проблем. Сначала горько. Смотри, развивается отношение. Сначала гормоны. Мы падаем в эти гормоны. Суперода очень хитрая. Все классно. Все сладко. Розовые очки. Классно. Суперовано. Эй, два года прошло. Потом начинаются рабочие будни. Окей, я вижу, что в реальности все совсем по-другому. Не так-то все хорошо, как бы казалось. И начинаем работать. Если у нас есть мудость и терпение, знание, как эти вопросы порешать. Мы их употребляем.